Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Полетная инструкция первого космонавта Юрия Гагарина стала достоянием общественности. Документ опубликовала газета РУ. Инструкция космонавту по эксплуатации и управлению космическим кораблем «Восток-3А» представляет из себя набор алгоритмов, начиная с предстартовой подготовки и до возвращения на Землю. В частности, описывается даже порядок облачения в скафандр. Космонавт должен просунуть ноги в правую и левую штанины, просунуть руки в рукава и одеть гермошлем. Тем же документам космонавту предписывалось настроиться на две программы московского радио и принять пищу в определенные моменты после выхода на орбиту. Оригинал инструкции хранится в фонде номер один ЦПК управленческих документов, где с июня 2009 года и по сей день рассекречены лишь отдельные документы, отмечает издание. 10 апреля Минобороны РФ опубликовала секретные документы, касающиеся первых космонавтов СССР. Исторические артефакты, фотографии, удостоверения, полетные задания и прочие архивные документы были раскрыты Минобороны к 60-летию первого полета человека в космос. В разделе можно увидеть фото Юрия Гагарина и других членов первого отряда космонавтов, Германа Титова, Алексея Леонова. Также на сайте выложена информация о руководителе подготовки первых космонавтов Николая Каманини, инструкторе первых летчиков-космонавтов Марки Галлы, летчике-фронтовике Георгии Береговом и прочих. Ранее дочь летчика, генеральный директор Государственного музея-заповедника, Московский Кремль, Елена Гагарина рассказала, что риски первого космонавта погибнуть в космосе были больше 50%. Такой точки зрения, по ее словам, придерживался главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев. Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад, 12 апреля 1961 года. Он длился 108 минут. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин, совершила оборот вокруг Земли и приземлился в Саратовской области.